В далеком 2004 Игорь Каташевич вступил в долевое строительство. На этапе котлована купил двушку. Через несколько месяцев вместе с семьей мужчина планировал перебраться в новую квартиру. Вместо этого пришлось искать съемное жилье. Фирма-застройщик испарилась, а долгожданные собственные метры так и остались в мечтах. Мы шесть лет снимали квартиру. Сколько вы за аренду отдали за эти шесть лет? Я за шесть лет не помню. За пять лет хозяин купил себе кроссовер. Никто не бросал, не говорил, идите сами разбирайтесь. Админициативной группе спасибо, что сказала Воробьева. Все помогали, держали в курсе. Решением проблемы обманутых дольщиков занялась администрация городского округа. К делу подключилась прокуратура. Работа по защите правдольщиков и конкретно по этому объекту велась непрерывно. И мы добились положительных результатов. Сегодняшнее радостное событие. Яркий тому пример. Ключи от новых, а главное собственных метров сегодня получили семь человек. Спасибо вам большое. Спасибо. До последнего не верилось. Давление все время поднималось. Думаю, неужели такое случилось чудо просто. Спасибо вам большое от души. Всего без жилья и денег исчезнувшая компания-застройщик оставила более 400 семей. Почти все они уже получили ключи от долгожданных квартир. Мы сделали все, что могли для того, чтобы все эти ключи нам вручить. Насколько быстро это можно было сделать, мы это сделали. Большой командой. Только за три недели нового года уже удалось заселить в новые квартиры несколько десятков семей. 33 семьи получили уже ключи от своих долгожданных квартир. За прошлый год 825 семей были восстановлены в своих нарушенных правах. И перешли уже из статуса пострадавшихся инвесторов в статус жителей городского округа Химки. Это большая цифра. Снижать темпы в этом году не собирается администрация города. И очень много у нас совместных планов в части именно восстановления прав пострадавшихся инвесторов. Обеспечение жильем – одна из приоритетных задач не только администрации городского округа, но и правительства всей Московской области. В планах на 2023 год свести количество обманутых дольщиков к минимуму. Субтитры создавал DimaTorzok